Мать провожала сына на войну, кричала так, что отца дрогалась с неба. Не оставляй, сынок, меня одну. Сыночек мой, ты же взрослым еще не был. Ты это, мам, ну как-нибудь крепись. Я, мам, приду живым и невредимым. Отца убили, зверствуют фашисты. Мы отомстим за вас и за любимых. И вырвавшись из маминых, из рук, шел быстро, кепкой слезы утирая, лежала мать рыдая на земле, за все и вся фашистов проклиная. Вот получила первое письмо, дрожащими руками открывала, а в нем три строчки лишь всего. Живой. Спасибо. Тихо прошептала. И сидя вечерами у огня, носки и варежки на фронт вязала. И на открытке слово «Для тебя» с носками сына отправляла. На миг, задумавшись, произнесла. А вдруг открытка к сыну в руки попадет? Бывает так, что передаст и друг, и долгожданный мне ответ придет. Тянулось время, от боли сердца ныло, от сына нет давно уже вестей. И к Богу обращалась, а уныла, и весточку ждала, хоть от властей. Давно уж кончилась война. Где сын? Что с ним? Она не знала. И на околицу, и за околицу ходила мать одна. И каждый день сыночка ожидала. Поднявши руки вверх, вдруг закричала. Забрал двоих. Возьми мою жизнь. И от бессилия на землю мать упала. Вдруг кто-то сзади. Мама, встань, крепись. Седого сына сердцем мать узнала. Я знала, знала, ты, сынок, живой. Ведь каждый день я Бога умоляла, чтоб хоть какой вернулся ты домой. Смотрела мать на сына и не знала. За что? И почему? И кто ей даст ответ? Ну разве вам, фашисты, места мало? Зачем вы натворили столько бед? На искалеченного сына глядя мать кричала. За что? И почему? За что? И что такого сын мог натворить? Ведь нет для вас, фашиста, я рожала, чтоб вам над ним такое сотворить. И от бессилия рыдая мать упала, ударившись о землю головой. Вцепившись в сына, умирая, прошептала. Спасибо, Господи, что мой сынок живой.